Переходим к рассмотрению 48-го вопроса о проекте федерального закона, внесении мнения в федеральный закон об оружии и отдельной законодательной акте Российской Федерации. Доклад Арнаста Абдуловича Валеева. Пожалуйста, Арнастас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, законопроект принят во втором чтении 15 июня. Текст подготовлен к рассмотрению третьего чтения. Замещание не поступило. Прошу поддержать решение комитета и рассмотреть, проголосовать за проект третьего чтения. Спасибо. Уважаемые коллеги, по мотивам есть желание? Есть. Пожалуйста, включите запись по мотивам. Покажите, пожалуйста, список. Выборный Анатолий Борисович, подготовь Силанову. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Фракция «Единая Россия» данный проект федерального закона поддерживает. И главным образом потому, что проектируемые новеллы направлены как на совершенствование законодательства в сфере оборота оружия, так и на противодействие его незаконному обороту. И речь идет о том, чтобы установить запрет на приобретение оружия гражданам, которые имеют в том числе две и более судимости за совершение преступления, а также которые были подвергнуты административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По сути, речь идет о создании мощной превенции, которая позволит исключить как причины, так и условия совершения многих преступлений, а значит сократить число правонарушений, а главное преступлений с оружием. По этим основаниям фракция «Единая Россия» данный проект федерального закона поддерживает и предлагает принять в третьем окончательном чтении. Благодарю за внимание. Пожалуйста, Иванов Сергей Владимирович. Уважаемые коллеги, то, что сказал депутат Выборный, относилось к первому чтению закона проекта. А дальше произошли, как обычно, метаморфозы. Вы прекрасно знаете, что не так давно произошла трагедия в Казани, погибло 7 человек, а еще за три года до этого такая же трагедия произошла в Керчи, погибло 21 человек. И после этого я специально взял, было же расследование и так далее. Вот Бастрыкин что сказал, что основной причиной происшествия стали унижения, бедность. Не позволял этому стрелку Керченскому держаться и одеваться так, как он одевался. Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», тоже сказал, что молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя каких-то лжегероев. Это значит, что мы все вместе взяты, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Значит, не создаем нужного интересного, полезного контента для молодых людей. Они хватают от суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода. А что же делают наши тугодумы? А наши тугодумы, которые вносят поправки, делают совершенно другое. То есть они не исследуют причины, почему и один сумасшедший человек, и другой сумасшедший человек сделали вот эти вот вещи. Они начинают гнобить всех тех добропорядочных граждан, которые имеют право носить оружие. Вот давайте посмотрим, те поправки, которые внесены, они вообще позволяют предотвратить подобную трагедию. Первое и главное. Вы, значит, сделали, ну не главное, вы, значит, приравняли к нарезному оружию ланкастеры и парадоксы. И вам абсолютно наплевать, что предприятия, которые производят, и там весь регион, 5000 человек, работающих на нем, потеряют работу. Ну, какая разница, подумаешь. Он был чем вооружен? Этими полуавтоматами, вернее, с нарезным стволом, они не считаются нарезными. Он не был им вооружен. Вы запретили травматическое оружие. Эти ребята не были вооружены травматическим оружием. Теперь это все делается с 21 года. Коллеги, а сколько было майору Евсюкову, который устроил бойню в торговом центре? Ему было 33 или 34 года. Вы что думаете, после 21 года с ума они сходят? Еще как сходят? Сами видите, поглядите по сторонам. Вы запретили, вернее, сказали, теперь надо каждые 5 лет ходить и отмечаться, сдавать это, значит, минимум. Так эти все ребята прошли эти курсы, предъявили справку. Им теперь нельзя покупать, значит, это оружие, пока, значит, 21 год не будет, и в течение двух лет они не имеют права купить второй ствол. А вспомните трагедию в Пскове, где подростки украли у родителя из сейфа оружие и устроили там резню, их дом потом штурмовали, и, значит, потом их нашли мертвыми. Неизвестно, сами они себя убили или штурм такой был неудачный. Вот это вы все делаете для того, чтобы осложнить жизнь 4 миллионам людей, которые никакого отношения к этому не имеют. От дурака защиты нет. Я еще раз говорю, если бы у охранника было оружие, то не нужна бы была красная кнопка, которую, нажав, через 10 минут там приедут, дай бог, эти с Росгвардии. Право на оружие должно быть у людей, не имеют права только рабы. Уважаемые коллеги, ставьте на голосование 48 вопрос нашей повестки, 3 чтения, пожалуйста, включите режим голосования. Покажите, пожалуйста, результат. За 318, против 1, воздержался 1. Федеральный закон принят.